В жизни бывают такие встречи, которые, может быть, сначала как бы не оцениваешь, но потом, спустя много лет, вспоминаешь и начинаешь эту встречу оценивать по-другому, и думаешь, несмотря на ту ситуацию, которая тогда была, думаешь, как тебе повезло, что ты встретился с этим человеком. И очень сложно бывает в сложной, действительно серьезной ситуации оценить человека, про которого, может быть, многие говорят с отрицательной точки зрения. Вот передо мной лежит старая фотография, я вижу на ней человека, и мне даже не верится, что вот этот человек в черной униформе – это было на самом деле. В 1985 году в одной из учреждений исправительно-трудовой системы нашей, потенциарной, как называют, в Ленинграде тогда, а точнее в Горелого, где я руководил этим учреждением, прибыл один осужденный. Значит, звали его Виктор Иванович Петрик. И сразу я обратил на него внимание. Почему? Хотя даже еще и не встретился с ним. Первое. Значит, его доставили совершенно отдельным способом, не так, как и всех остальных осужденных. Его привезли под усиленной охраной одного. Это первое. Второе. Меня предупредили о том, что это чрезвычайно опасный преступник. Значит, естественно, я заинтересовался его личным делом. На каждого осужденного приходится вместе с ним параллельно его личное дело, где в первую очередь указывается о том, что этот человек в жизни сотворил. И я тогда убедился, когда стал наблюдать, исследовать за этим материалом, что, насколько мне память не изменяет, за этим человеком числилось 12 статей Уголовного кодекса. Он был осужден по 12 статьям. Ну, что это за монстр? Вот так реально. Мы знаем, там убийцы, там все разные. Ну, убил, там, статья 2. Тут 12 статей. Ну и срок, насколько я помню, практически такой же был. Причем, значит, указывалось в ориентировках, что этот человек склонен к побегу, там, к нападениям на администрацию и так далее. Ну, естественно, в первые же дни его появления я его вызвал к себе и познакомился воочию. Я был просто потрясен тем, что разница огромная между живым человеком и то, что написано в документах. И меня этот человек заинтересовал очень, потому что он убедительно мне рассказывал о том, что с ним произошло, что было правдой, а что не было правды. Кроме того, меня удивили его познания во многих отраслях жизни, его способности. Ну, пока на словах я их еще не видел. Ну и, тем не менее, значит, по указанию в основном сотрудников из КГБ тогда была такая организация, он был помещен в зоне под особый контроль, в отдельную, так сказать, ну, у нас камер не было, но в отдельное помещение. Поскольку этот человек был достаточно неординарный, как мы потом убедились, мы ему поручили заниматься, ну, тогда это было не то, что модно, но разрешалось. Он в основном занимался у нас на производстве, связанном с разработкой, что ли, агитационных материалов в клубе. Он хорошо очень рисовал, он очень хорошо мастерил из дерева различные вещи, и поэтому привлекал к себе большое внимание не только, так сказать, вот, нас, сотрудников, но и всех осужденных, и пользовался у них очень таким солидным авторитетом. Хотя он человек был непростой. Я помню, как он, когда он прибыл к нам, значит, им стали сразу интересоваться вышестоящие руководители прокуратуры, в частности, что это было, это было, вообще, так сказать, достаточно неординарно, неоднократно, к нему приезжала замгородского прокурора по надзору за органами КГБ Инесса Васильевна Катукова. Я немножко с ней познакомился, очень серьезный работник, очень такая интересная женщина. Кстати, это родственница маршала бронетанковых войск Катукова, насколько я знаю. И я не знаю, о чем были разговоры, но достаточно часто она встречалась с Петриком в колонии, решались какие-то вопросы. Приезжали также к нему, будем так говорить, в гости руководящие работники нашего питерского управления, тогда еще ленинградского КГБ, и с ним решались, я так понял, серьезные вопросы, потому что даже по тому, как они приезжали, никогда не опаздывали, выходили озабоченные или не очень. То есть даже встречи с ним влияли на их настроение, когда они выезжали. Для меня это, как для руководителя, может быть, было не очень удобно, но к нему было такое серьезное внимание. Хотя, когда я почитал приговор, по которому он был осужден, то, естественно, 12 статей, которые ему приписали, они меня несколько смутили, потому что там было очень много статей, так называемых, натянутых. Там, по-моему, патрончик нашли какой-то, сразу же ему за захоронение огнестрельного оружия, значит, потом, по-моему, порнографию, что ли, я помню, за то, что он видеокассету, которую с Запада привезли, по-моему, жене показывал дома, и кто-то это узнал об этом. И вот таких несколько статей, которые как бы дополняли какие-то основные. Ну и потом уже в ходе отбывания наказания Виктор Иванович проявил себя очень активно в зоне. Я говорю, что он пользовался огромным авторитетом среди осужденных. Он нарисовал несколько картин, которые были у нас в красном уголке в клубе, где осужденные проводили достаточно много времени. Он сделал, он же тогда еще сделал нам две скрипки, которые потом мы передали его жене. Значит, сначала я как бы не верил, что он сможет в условиях колонии сделать такие редчайшие инструменты, причем очень высокого качества, насколько я знаю. Вот. Но единственное, я помог ему там достать определенные сорта дерева, чтобы чурбачки, из которых можно это было сделать. И действительно он это сделал. Вот. Поэтому я сейчас совершенно не стесняюсь, могу вспоминая, сказать, что вот те вечера, которые я в зоне проводил вместе с осужденными, ну так получалось, практически каждый Новый год я встречал вместе с осужденными. Вот. Все эти вечера я очень часто беседовал с Виктором Ивановичем. И у меня не покидало ощущение, что это какое-то недоразумение, что он здесь. И было как-то досадно, что талантливейшие люди находятся в местах лишения свободы и не занимаются как бы своим основным делом, не принося пользу Родине. И, в принципе, я был готов, я был готов как руководитель при соблюдении ну тогда тех норм законности в первый же момент, как только наступит вот эта возможность, представить его каким-то условно-досрочным вариантом освобождения. но вдруг вмешались опять вышестоящие руководители, не знаю кто, но опять по линии, так сказать, большого дома. И его в срочном порядке почти мгновенно значит в один день забрали и этапировали в аналогичное учреждение в Сибири. ну может быть видимо из-за того, что слишком большим авторитетом он здесь располагал, слишком он как бы так активно себя ввел что ли по мнению вот этих руководителей. Не знаю, я истинных причин не знаю. И его забрали и увезли. И с тех пор я помню точно я о нем ничего не слышал. Единственное помню, что очень переживала и в очень тяжелом положении была его супруга Людмила, которая буквально не отходила от входных дверей в зону будем так называть, которая у которой не покидала чувство все-таки оптимизма, что все-таки это должно закончиться хорошо, которая боролась за него, писала много жалоб, заявлений о том, что он незаслуженно отбывает и которая, насколько я потом узнал, последовала за ним практически в Сибирь. И спустя несколько лет, это уже сейчас я помню, значит, все-таки справедливость восторжествовала и он был досрочно освобожден и практически спустя 18-20 лет, сейчас точно не помню, я его после вот всех этих описанных событий увидел здесь в Ленинграде, в Петербурге. и сейчас можно сделать вывод о том, что первое, это все-таки настоящий человек, талантливейший человек, вот сейчас он уже академик, насколько я знаю, его имя звучит не только у нас в стране, но и за рубежом, это первое. второе, это несгибаемый человек оказался, он практически не изменился, все вот эти сложные годы, значит, не повлияли на него в худшую сторону, он не озлобился. Третье, значит, просто поразительно, что вот жена пережила вместе с ним все эти тяжелые годы, и сейчас у них прекрасная семья, и я еще должен с удовольствием, так сказать, с удовлетворением сказать, все-таки вот мне тоже приятно, что я не ошибся, вот у меня была положительная, вот сказать, вот оценка, несмотря на то, что мы были как бы по разные стороны барьера, я человек с погонами, он осужденный, но вот я тогда не верил, что вот он преступник, хотя формально был приговор, лежал передо мной, вот, и жизнь это подтвердила, поэтому если верить в человека, то это всегда окупится сторицей, никогда нельзя от человека отходить в сторону, когда он попадает в такие серьезные, тяжелые обстоятельства, премьер Петрика убедительно говорит об этом, человек сейчас приносит огромную пользу нашей стране, и дай бог ему здоровья. премьер Петрика достаточной, он не не